МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наумбург – небольшой, красивый, уютный немецкий город с более чем тысячелетней историей. Официально является столицей земли крепостей и замков или Бургерланды и может служить примером бережливого отношения к культурным памятникам прошлого. Подавляющее число объектов старины спасено здесь от разрушения и бесследного исчезновения только благодаря инициативе горожан, заинтересованности местного населения. История Наумбурга ведет к временам пребывания здесь и Кахардина фон Гейны. Имя города происходит от воздвигнутого на небольшой возвышенности замка Нувенбург. Чуть позже, в 1028 году, в Наумбург и с цайцем была перенесена резиденция епископа. Королевский указ 1033 года способствовал переселению в эти места торговых людей. В последующие столетия район Кафедрального собора и гражданский город развивались параллельно. Каждый из них был отгорожен собственной городской стеной. Расположение Наумбурга вблизи важных торговых путей позволило городу стать богатым торговым центром. В старом городе можно почувствовать атмосферу прошедших столетий. На рыночной площади, которая является центральным пунктом прежнего гражданского города, стоит статуя покровителя города Санта-Венцель, Святой Вацлав. Широкая рыночная площадь с лаконичным ансамблем домов в стиле Ренессанс и барокко напоминает об оживленных средневековых ярмарках и торговле, о богатом прошлом города, эти многоэтажные крыши, где хранились товары. В этом городе останавливался Мартин Лютер и Карл V, и многие другие важные и известные исторические личности. Сейчас мы видим главную церковь в Санта-Венцель-Кирхеле, Святого Вацлава, гражданского города. Впечатление о прекрасном городе усиливается представительным зданием ратуши с фасадом в силе Ренессанса. Это здание, которое мы видим сегодня, построено после Большого пожара 1517 года, когда сгорел почти весь город. И главный вход в ратушу был переделан в начале XVII века в стиле позднего Ренессанса. Одна из старейших улиц города Якобс-страссы. Имя ее произошло от Якобс-Капеллы, которая была здесь прежде и разрушена в 1541 году. Улица непривычно широкая и служила торговым местом в городе. На ней располагалось множество гостевых домов. Таблички и имена этих домов можно видеть и сегодня. Золотая роза у черного медведя, у трех лебедей. И можно увидеть и кербы, построивших эти дома, семей. Прекрасно украшенные фасады происходят, предположительно, с середины XVI века. Вот мы видим сейчас один из этих домов с прекрасно отреставрированным фасадом Якобс-страсса 32, который происходит с 1600 года. Но также есть и другие, которые еще ждут своей реставрации и имеющие тоже свою замечательную историю. И вот мы можем увидеть, как на некоторых из этих домов висят такие плакаты. И этот дом хочет жить. Вот один из примеров. Сейчас мы увидим. Это как раз вот этот гостевой дом у трех лебедей. Он ждет своего времени, ждет возможности восстановления и интересной истории. С Якобс-страссы мы попадаем на Хольцмаркт, рынок дерева. Город Новбург неразрывно связан с именем великого философа Фридриха Ницше. Фридрих Ницше родился в 1844 году в Рокен, около Люцинова, округ Вайсенфельс. И после ранней смерти отца его мать переехала с двумя детьми в Намбург. Здесь он учился в школе и в дом гимназии. На Хольцплац мы видим памятник, созданный Генрихом Аппель, посвященный Фридриху Ницше. Современные горожане позаботились о Ницше и обеспечили его защитной маской. Дом, где жил Ницше в Наумбурге, располагается вне главных улиц города. Это здание первой половины XIX века, построено в стиле позднего классицизма. Сегодняшний свой вид дом приобрел в 1835 году, и сейчас в нем располагается постоянная выставка Ницше в Наумбурге. После смерти матери в 1897 году он переехал к сестре в Эмер, где и умер в 1900 году. От городских укреплений, окружавших гражданский город и район Кафедрального собора или дом-штат, на сегодня осталось всего полтора километра городских стен. Вот одна часть из них – это Васса-Конст, или напорная башня, которая находится на Венсель-Мауэр. Она была перестроена в конце XVII века водонапорную башню и регулирует обеспечение водой в городе. В конце XIII века вокруг гражданского города и дом-штат, района Кафедрального собора, были построены отдельные городские укрепления. Каждый город был окружен собственной стеной, так что между ними было сообщение только через одни ворота. Городские укрепления иногда имели даже тройные стены, были обеспечены бастионами, башнями, пятью воротами. Но к середине XIX века эти укрепления были разрушены, осталась небольшая часть. Ров вокруг города был засыпан, и вдоль бывшего защитного укрепления была построена кольцевая дорога, которая до сих пор окружает центр города. Еще одна часть, сохранившаяся от городских укреплений, Марийн Тор. Сразу с внешней стороны Марийн Тор мы видим скульптуру Марии Магдалины. Это действительно очень ценное произведение искусства. Наумбургский Марийн Тор является одним из очень редких позднесредневековых городских ворот, который до сих пор полностью сохранился. Вот могучая надвратная башня XIV века, старушка и Парбакан построена в XV веке. И вот этот весь комплекс, который можно увидеть сегодня, получил свой вид, вот такой вид в XVI веке. Сегодня этот внутренний дворик используется в летний период для театральных и музыкальных мероприятий. И в башне есть выставка, которую тоже было бы интересно посетить и посмотреть сверху с башни на город Наумбург. Выходя из внутреннего дворика Марийн Тор мы попадаем на площадь Марии, Марийн Плац, на которой расположена церковь Марии Магдалины. И построена она в начале XVIII века на месте бывшей капеллы Марии Магдалины. Внешне церковь выглядит простой, прозаической, но внутреннее убранство ее великолепно. На самой площади мы можем видеть окружающие ее домики и маленькие, и несколько больше, со старинным убранством и очень таким необыкновенной атмосферой присутствия на этой площади. С Марийн Плац мы попадаем на улицу Марии, Марийн Штрассе. Она относится к одной из старейших улиц города и была важным дарковым местом города. И поэтому на ней расположены многие солидные, видны представительные дома горожан и старые гостевые дома. И вот на фасадах этих домов можно увидеть множество исторических, каких-то ценных украшений. Но мы остановились, например, у Марийн Штрассе-Ферцена. Это очень нам интересно стало. Номер 14, это наш адрес, но только не в Наумбурге. Но следующий дом Марийн Штрассе 12А очень показательный, интересный, имеющий так называемый Симсон-портал. Вот интересное здание Марийн Штрассе 12А, называемый Симсон-портал. Это дом горожанина второй половины XVI века в стиле Ренессанс, украшен фигурами святых Петра и Павла, имеющих в руках ключ и меч. А над порталом мы видели борьба с Симсона со львом. Очень интересное здание и очень, наверное, интересная история. А на следующем доме мы видим в качестве украшения на фасаде силуэты, которые были выполнены по работам Вальтера Хейге. Это как раз того Наумбургского фотографа, который сделал эти замечательные фотографии, фигур, скульптур из Домского собора. Юденгасса. И мы видим на стене табличку, рассказывающую о истории изгнания 500 лет назад евреев из города Наумбурга, без права когда-либо проживать в этом городе. Это было решение на основе инициации суверена, курфюрста Фридриха. И тогда он провел эту акцию во всех саксонских городах. Евреи преследовались. Но сказать, что они не жили совсем в городе Наумбурге, это, конечно, было бы неверно. К концу Средневековья еврейская община в Наумбурге была в полном расцвете. Около ста евреев, как говорят, жили в городе около 1450 года. Но после их изгнания впервые они сюда прибыли где-то в середине 19 века. Но это было небольшое количество семей. Вот это мы видим здесь перечислены имена евреев, погибших во времена нацистов. И барельеф, который напоминает о евреях из Наумбурга, всю их историю, и именно историю изгнания евреев из Наумбурга. Верхняя площадь или Топфмаркт, площадь Горшков. Здесь мы видим главный вход в Санта-Венцель-Кирхия, Евангелийская церковь Святого Вацлава. Это памятник Средневековья с очень интересной историей. Внутренний образ церкви очень впечатляет. Великолепный алтарь в стиле барокко 17-го столетия. Многочисленные картины известных мастеров украшают церковь. Известнейший орган, которому уже более 250 лет, построенный Захарием Хильдебрантом. А принимали работу и настраивали его Готфрид Зильберман и Оган Себастьян Бах. Сегодня этот орган так и называется Бах-орган. В летние месяцы проводятся многочисленные органные концерты. Мы находимся в районе главного железнодорожного вокзала города Наумбург. Железная дорога была проведена через город Наумбург в 1846 году. Но были сложности, потому что железнодорожный вокзал находился далеко от центра города. Решили проложить конку. Но задача оказалась невыполнимой, потому что город расположен выше, чем уровень расположения железной дороги. Тогда решили, надо провести трамвай. Какой? Паровой или электрический? Из-за отсутствия финансовых средств и всегдашнего их недостатка, решили остановиться на паровом трамвае. Но первые годы были совершенно убыточными. И потом все-таки приняли решение пустить электрический трамвай. И в мае 1906 года начали строить электростанцию. Первый электрический трамвай был пущен 2 января 1907 года. В то время, кстати сказать, было движение кольцевое по городу Наумбургу. Вот мы видим сейчас здание этой электростанции, которая обеспечивала трамвай в городе Наумбурге электричеством. На сегодня это культурный центр «Турбиненхаус». И благодаря инициативе горожан и в первую очередь сегодняшних владельцев этого здания, семью Бургхарт, удалось его спасти от разрушения, сохранить, отреставрировать. И вот как раз внешний вид его именно такой, каким он был более ста лет назад. Сегодня это культурный центр города Наумбурга. И как раз здесь проходит наша выставка, посвященная 85-летию Пакта Рериха. Пакт Рериха. История и современность. На Крамерплац, недалеко от католической церкви святых Петра и Павла, стоит памятник, который представляет из себя статуи Германии в память о погибших воинах во время немецко-датской войны, 1864 года немецкой войны и немецко-французской войны 19-го столетия. От Крамерплац далее начинается улица Линденринг. Вот это то, что напоминает о стене, разделявшей два города. Гражданский город и дом штат. А сейчас мы проходим мимо от Марскирхи. Это Евангелийская кирхи, церковь. Но сегодня она не работает как церковь, но является архивом евангелистской общины. Очень интересная архитектура и, как говорят, недавно был сделан ремонт и реставрация внутренних помещений. Но увидеть их, к сожалению, никак нельзя. Ближаемся к собору святых Петра и Павла. И на большом газоне видим огромную металлическую пчелу. Она создана скульптором из Наумбурга Рональдом Холлом и по идее замысла должна привлекать внимание к гибели насекомых. Наумбургский собор святых Петра и Павла был построен в 13-14 столетии. И вместе с прилегающими церковными строениями представляет из себя великолепный архитектурный ансамбль в городе Наумбурге. Привлекает очень много туристов в этот город. Недалеко от Домского собора, на некоторой возвышенности, располагается Оберландский рихт. Это высший областной суд. Он был образован в 1816 году, сразу после основания прусской провинции Саксония. Нынешнее здание, расположенное на Домплац-10, было построено высоко над городом Наумбургом, как раз на месте того средневекового замка. Это тот первый замок, который построили и Гехардины на этой берегу реки Зали. И с 1750 года здесь располагался купольный собор. По случаю передачи этого здания в 1916 году, это уже новое здание, построенное на этом месте в начале 20-го столетия, Макс Клинга посвятил свою скульптуру «Фонтан изобилия». Пройдя по улице выше за Оберландский рихт, можно попасть на такую смотровую площадку, если можно так сказать. И перед вами откроется прекрасный вид долины реки Зали. Здание Мариеншули, построенное в 19 веке. Когда шел процесс модернизации школьной системы в городе Наумбурге. Она была построена в стиле неоренессанса. И эта модель современного школьного здания была даже представлена на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году, награждена медалью. Это здание является памятником архитектуры. А сейчас мы увидим депо трамвайчиков города Наумбурга. Это историческое место, где были эти трамвайчики еще с самого начала открытия дороги, трамвайной линии в городе Наумбурге. Вот это как раз здание управления трамвайной системой. Это здание является памятником архитектуры. Представляет из себя исторические линии трамвайные города Наумбурга. И вот далее мы видим старинное здание. Дом гимназиум. Дом гимназиум находится в центре города, недалеко от трамвайного депо. Дом гимназиум Наумбург была создана в результате слияния дом гимназии, или кафедральной средней школы, и Лепсиус гимназии в 2004 году. Вот эта школа размещается в двух школьных зданиях. И Лепсиус хаус, и Марейншуля на постстрассе. То, что мы уже видели. Эта кафедральная школа является одной из старейших в Германии. Она была образована из бывшей соборной школы, построенной еще в XI столетии, после того, как епископство было пересено из Цейца в Наумбург. Лепсиус хаус. Там располагалась расширенная школа, которая носила название в честь наумбургского египтолога Ричарда Лепсиуса. Пока мы путешествовали по городу, наш трамвай прибыл от главного железнодорожного вокзала в центр города и далее следует по Марьин Ринг. Это то, кольцевая дорога, которая проложена вдоль бывших укреплений, вдоль бывшей городской стены Наумбурга. На этом трамвайчике можно заказать и экскурсию. Я полагаю, что это было бы очень интересное занятие и очень интересно было бы охватить весь город. Город Наумбург интересен не только своим историческим центром, но и другими районами города. Город развивался, и многочисленные попытки его индустриализации не дали значительных результатов. Но было бы в начале 20-го столетия решение принято Советом города продолжать строить поселения. Ну и к тому в Наумбурге был уже вокзал, была железная дорога, был трамвай. И стали строить новые районы с очень прекрасной архитектурой. Это виллы, это настоящие огромные жилые здания для семей военных, для юристов, для чиновников различных уровней. И мы можем посмотреть сейчас вот только некоторые из них, которые представляют в любом случае очень большой интерес с точки зрения архитектуры. Из кварталов с прекрасными виллами начала 20-го столетия можно перейти в средневековый город, лишь минуя границу прежних городских укреплений. Это создает неповторимую атмосферу перехода во времени и пространстве. Мы сделали лишь маленький экскурс в историю города и приглашаем вас посетить Наумбург и открыть для себя еще очень много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok